здравствуйте уважаемые телезрители в эфире 11 канала программа доживем до понедельника в студии григорий гельфери евгений гендин и борис васильев добрый вечер дорогие друзья напоминаю что мы прямом эфире нам можно писать вопросы задавать комментировать что-то напоминаю что вот там сейчас не видно камеру сейфы с дорогими подарками для лучших вопросов вот там а еще кстати а еще у нас кстати тоже премьера можно прямую трансляцию смотреть фейсбуке на странице 11 канала сейчас я вас вижу вот здесь вот я вас вижу вот здесь вот в итоге вдруг вы телевизору не успеваете где-то у вас есть вы знали да что можно еще прямой эфир смотреть в социальной сети фейсбук на телевизор не переключать на какие мы кто-то из нас красивым округа народа кто-то то есть mirac wrote, ну я наверное начну с того что было достаточно знаковое голосование на сессии ну их было несколько да несколько сейчасáticas но в частности вот было а голосование о том чтобы конституционно закрепить на к конституционность конституционной на сессевоendum на сессии на сессииauth руки на ситуациях веро podcasts потому что у нас будет еще другая сессия на сессии Zachатия на сессии верховные рады конституционно закрепить значит наш европейский и евроатлантический выбор то есть нато и países на эту сессию И говорил президент, что мы это закрепим. И это закрепление произошло. Наша европейская идентичность и так далее. И так далее. На самом деле соцопросы говорят о том, что если бы был референдум на сегодняшний момент, 58% за ЕС и 45,5% за НАТО. 29,4% против, 8,5% не пойдут и 16,6% за трудности. Ну а теперь, когда закрепили, уже без вариантов. Не, на самом деле это чисто политические дела. Юридически можно, ну не дай конечно Бог, но это на самом деле юридически, если придет какой-нибудь, не дай Бог, там человек близкий к предыдущему неудачному нашему президенту, ну можно там. Ну так же можно прииграть и выспасти. Да, можно. Не возмущайся. Конечно можно. Ну говорят, что Запад, ну после 2010 года, он достаточно осторожно ко всем декларациям нашим относится. Да, поэтому, ну в общем, дай Бог, чтобы эта как бы фраза, она превратилась в реальную, но тем не менее 334 депутата проголосовало. И в любом случае это некий такой знак, да, этому Западу, что вот все-таки у нас есть такое желание. Ждите и готовьтесь. Да и востоку. Да и востоку, да. Но там же еще было. Было в этот же день, еще было одно голосование, за которым, во всяком случае, жители нашей области смотрели и следили, наверное, с не меньшим интересом. Это о внесении изменений в статью 133 Конституции по поводу переименования Днепропетровской области в Сечеславскую. За этот проект, за переименование в Сечеславскую проголосовало 240 парламентариев. За внесение изменений, да. А был другой вариант еще, президентский. Там предлагалось переименовать область в Днепровскую. Там всего 144 депутата, поэтому это решение даже не направляли в Конституционный суд на утверждение. Я просто хочу сказать, что оно уже и началось достаточно смешно. Представитель президента, да, Ирина Луценко, у нее был день рождения, она вышла и перепутала просто документы. Она должна была говорить о переименовании, начала говорить там о недопущении и сказала, ой. Она сказала, бляха. Да, да. Она просто неконтурно себя повела. Поэтому вот какое-то нефартово так. Мы себе не позволяем такое в эфире. Слово бляха я только что позволил. Ну, евро бляха разве что, да. Так вот, но это еще как бы приняли и внесли, направили в Конституционный суд. Теперь Конституционный суд должен это либо утвердить, либо не утвердить. И после этого еще два слушания должно быть по 300, не менее чем по 300 голосов. Я тебя поправлю. В первом чтении 226 голосов, а уже окончательно, это уже следующая сессия. Более 300 голосов. А я скажу буквально вот несколько слов о том, как голосовали за эти решения депутаты от Днепропетровщины. Значит, переименование области в Сечеславскую среди народных депутатов от блока Порошенко поддержали Андрей Немировский, Константинусов и Иван Куличенко. Не голосовали Максим Куриевич и Андрей Повелко. Во время голосования отсутствовала Татьяна Рычкова и Вадим Нестеренко. Интересно, что при голосовании за Днепровскую область Рычкова уже была. Быстро справились. Название Днепровская область от БПП получили большую поддержку. За такое проголосовали Андрей Немировский, Татьяна Рычкова, Андрей Повелко, Константинусов, Иван Куличенко и Максим Куриевич. То есть Немировский, Тусов и Куличенко, они голосовали и за... Я же все-таки уточним давай для тех, кто, во-первых, то, что еще и не приняли. Они проголосовали за то, чтобы и этот проект внесли, и этот. Конституционного суда и этот. Главное, чтобы не было Днепропетровской. Они свою, как бы, получают соответственность, свое мнение не переложили на плечи Конституционного суда. Не, но им же придется дальше голосовать. Конституционного суда. Ну, дальше да. Вот. Ну, дальше от Народного фронта Береза и Крышин воздержались. Зиндзерский отсутствовал. От радикальной партии Виктора Голосюка и Сергея Рыбалко поддержали вариант только Сечеславской. От Ведроджини Андрей Шипко поддержал тоже. Он не голосовал за Днепровскую область. Среди внефракционных депутатов за Днепровскую проголосовал только Безбах. Против Кривенко Андрей Денисенко воздержался. Хотя он был инициатором переименования в Сечеславскую область. Да. Вот таким образом за переименование области в Днепровскую проголосовало только 7 депутатов наших днепровских. Против было тоже 7. А вот за Сечеславскую 12 за, против семеро. Не голосовали трое, отсутствовали четверо. Но мы еще раз уточним. Но еще раз уточним, что пока область не называется Днепропетровской. Ошибочно, да. И путь еще долг. Ошибочно многие считают, что уже переименовали. Нет на самом деле. И это окончательно точку будет ставить Верховная Рада уже в следующей сессии. У меня вообще сначала такое мнение было, что некий размен произошел. То есть кто-то поддержал решение за ЕС и НАТО в ответ это. Но зная, что 300 все равно не будет. Реал политик, да. Ну посмотрим. С нашими народными избранниками, их плавающим мировоззрением все непредсказуемо. Вот для интереса просто сейчас от политических, вот история нашей области. Ну что касается, я думаю, мы выскажем каждое свое мнение. Сначала скажу, я хочу сказать, что хорошо, что я живу в городе, а не в области. Люблю Днепр, это мое личное. А тема, конечно, из-за которой драки, ссоры, семейные оскорбления, отказы в сексе и так далее. Тема удобная для хайпа, на которой дивиденды зарабатывают. Но она и серьезная и болевая тема. Хотя не самая жизненно главная. История вот интересная. Как административная единица, то все помнят, что при Екатерине, значит, которая, кстати, сечи разогнала, по иронии судьбы, Екатерине Радонославской губернии. Но первые люди на территории нашей области появились около 100 тысяч лет назад. В межледниковый период. Это были, я может, для кого-то это будет шоком не казаки, а неандертальские охотники. Кстати, между прочим, классная, может быть, область неандертальская назвать. Такого еще не было. То есть, Днепр, город Днепр, областной центр неандертальской области. А первый исторический народ, который жил на нашей территории, кто вы знаете? Кемерийцы. Кстати, Кемерийская область тоже прекрасна была. Потом, значит, они были изгнаны... Можно через черточку. Кемерийская, неандертальская. Кемерийская область, но почему обижать скифов? Они тоже были до казакских скифы. Потом сарматы, потом готы, не путать с эмо. Потом хазары, кстати, актуально, да, говорят, что это актуально для нынешней области. Печенеги или места и так далее. Значит, 17 век, век казаки, да, действительно доблестный век. При крепости, вот это вот Кадак. Ну, потом Российская империя, Екатерина, черта оседлости, евреи и так далее. Но Днепропетровская область, как область, была в 1932 году. Но она еще включала в себя Запорожскую, часть Херсонская и Донецкую. Верните наши земли, дорогие друзья. И в таком виде, как сейчас, 1939 года, вот по территории существует Днепропетровская область. Ваши отношения, вот на камеру скажите, вот к этому. Насколько вас это цепляет и как вы к этому относитесь? Ну, скажем так, я, например, ну мне там больше нравится название Днепровская область. Ну, в принципе, я, как бы, если, ну, большинство жителей нашей области, вот, ну, реально по какому-то там референдуму или по каким-то правилам считают, что она должна называться Сечиславской, я волосы рвать на себе не буду. Я приму то мнение. Ну, это говорит на счет того, что это не первостепенные проблемы и вопросы. Единственное, я просто считаю, что, ну, наверное, все-таки должен быть такой механизм, когда живущие в области люди должны принимать это решение. Потому что я очень сомневаюсь, что жители Кривого Рога, Каменского, что они сторонники названия, я не говорю о Днепре сейчас, вот сторонники Сечиславской. Говорит, ну, если не лукавить, тогда, когда переименовывали Днепр из Днепропетровска, вот, положа руку на сердце, да, нет, я не думаю, не факт, что, референдума же не было, и не думаю, что я был двумя руками. Вот за Днепр я топил, это меня меньше интересует, ну, как бы эмоционально, да, вот, но тогда не было большинства. Большинство было, Днепр был, в общем-то, вторым названием Днепра, да, он с большим отрывом. Сейчас понятно, опять-таки, да, без всякой социологии, что все равно большинство, большинство за Днепровскую область, но это же считается костным и отсталым. И как вы считаете, короче говоря, я потом скажу свое отношение. Борис Юрьевич. Я, как считаю, ну, Днепровская мне больше, даже, вот, вкусово, фонетически, как-то, вот, звучит лучше. Ну, а там сторонники говорят, сейчас love, да, что мы англичанам, сейчас love. Надо сказать, что они более, в общем-то, пассионарные, они пассионарные, они делали ролики, они насиловали селебрити, звезд, не живущих здесь, которые, то есть, а эти, ну, то есть, если бороться, я, ну, что касается меня, как бы, я скажу, мне не нравится. То, что должна быть декоммунизация, нет вопросов, какая, ну, она запоздала вообще, какая Днепровская область. Я, вот, близко к Гельферу, как бы, позиция, мне это вкусово не нравится, прежде всего, но я протестовать не буду, и это, как бы, это только мнение. Ну, пусть за людьми останется, да. Хотя, конечно же, Днепровская по транскрипции латиница легче и лучше звучит, и архаика, архаика, вот, я не люблю это мифотворчество и голову повернутую назад, и само слово Днепра, я уже как-то говорил в этой студии, оно шире и вечнее, чем сечь. Говорят, что за названием Днепровская ничего не стоит, оно вяло, монополия на эту великую вечную реку, она больше, нежели, как бы, сечь. Но это такое. Последний момент, на котором, то есть, самое главное, вот, вкусовое, но это мое, это даже не позиция, а мнение. Это все субъективно. Но драться и оскорблять кого-то я не буду, хотя вот этот самый момент, который задел, это сразу же пошли злоба, штампы, ярлыки, а, ты из Днепровской области, значит, ватник, украинофоб, манкурт, манкурт, украинофоб, ватник и так далее, большевики, пазыри, ну, хорошо, что мы живем в городе. Нет, большевики живут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Я просто в этой связи, это мне просто попалось сразу, по-моему, Эдвард Родзинский сказал, что у меня другое мнение, но это не значит, что я ваш враг или идиот, у меня просто другое мнение. Если бы мы это помнили, да, я, в самом случае, себе не позволил, как бы, оскорбить никого по этому поводу. Ну, на самом деле, мне кажется, что... Я не позволил, если не доведу. Но ты можешь быть не патриотом оказаться, понимаешь? Вот эта вся история, она, ну, это просто тоже определенные, как бы, технологические моменты, вот, на фоне всей большой, вот, так сказать, разворачивающейся, развернувшейся уже президентской битвы, которая происходит. Мы то оттуда слышим, что там Зеленскому, то ему там пытаются сорвать концерт, то ему, значит, запрещают, говорят, что выступление бесплатное, это подкуп избирателей, ну, это такие... Так он рейтинги замахнулся, сорвать. Да, Юлия Тимошенко, значит, протестует, что появилось там, значит, Юрий Тимошенко появился в списках и считает, что это происки президента. И еще Юлия Литвиненко. Да, Юлия Литвиненко тоже наша землячка. Значит, ну, вот были такие достаточно серьезные события, да, там приходили демонстранты с плакатами, кто убил Катю Гонзюк, их Порошенко, их Тимошенко. Ну, значит, там их, как бы, была стычка с такими достаточно интересными вариантами. Лежать Бандера, потом этот был флешмоб. Сидеть Бандера. Стоять Бандера. Да, короче говоря, у Порошенко просто там порвали этот плакат. Ну, я хочу сказать, что реакция была. То есть, там же были обвинены и Бютовские, и БППшные люди. Ну, вот Бютовского уже, как бы, обвинили в организации убийства. Да, не прошло и... Луценко рассказал, сколько он кого-то денег. Он уже куда-то уехал, думаю. Нет, нет, опровергли. Да, он сказал... Соня Кошкина... Не из Украины, кроме Украины. Нет, 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 он объявился, он сказал, что я буду сотрудничать в Мангер, да. Вот, а БППшные, вроде как бы, там, ну, не очень при делах. Ну, в общем, битва идет везде, и, честно говоря, ну, мне кажется, вот, ощущение такое, вот, это мое мнение, что вот тот формат президента, который вот на сегодняшний момент есть, это последние выборы. Президент или президентской власти? Ну, нет, я имею в виду, такой президент с такими полномочиями, какой он есть на сегодняшний день, его, мне кажется, уже больше не будет, потому что, там, Юлия Тимошенко, она сразу идет с программой, да, что давайте, чтобы у нас была канцлерская республика. А ты веришь в тому, что... Я верю, что ей выгоднее, ну, чем на два срока, можно же, как Меркель, там... А это срок без таких полномочий провести, 100%? Ну, президент просто, который будет выбираться там в парламенте, понимаешь, он, ну, в общем-то, будет просто вручать награды и принимать делегации. А реально, вот у нас там сейчас кросьба на полномочий не меньше, а потоков, наверное, побольше. А денежек еще и побольше. Да, побольше. Поэтому Зеленский говорит, я вообще иду на один срок, просто наведу порядок, а дальше опять буду снимать 95-й квартал. А Порошенко, ну, он что, он зайдет на один срок, он еще молодой мужчина, да? Он же, понятно, будет думать о дальнейшем своем политическом будущем. Ему уже в президенты не избираться, поэтому... А вот премьер-министром в самый раз. Поэтому мне кажется, что вот сейчас во всей этой суете и, так сказать, мишуре, на самом деле, мне кажется, идет трансформация, ну, она заложена в том, чтобы... Она изначально, когда... А я не перебил тебя, нет? Перебил. Она, то есть, она заложена в самой, как бы, нашей вот стране, мне кажется, движение в сторону парламента, в большей степени парламентской республики. Потому что иначе... Ну, все время же у нас такие потуги, да, вот туда-туда, в парламентскую. Ну, вот, а иначе, вот, будет, Сурков написал, как все устроено в соседнем государстве. Ну, это не получится. Перебей. Все? Да. Хорошо. Я просто... Это же изначально уже сколько ведется о возвращении к конституционной реформе, о парламентской республике. Я... Это, как бы, звучит немножко хвастливо, но мне простительно, потому что... И это правда. Когда вот я познакомился с Петром Алексеевичем... Об этом еще можно говорить, да? Это было 16 января 2014 года. Пока еще, да. Так совпало. Это случайно, что это в день принятия этих законов драконовских, 16 января. Но тогда вот был разговор, он был связан с творчеством. Кабаре «Веселый песец». Мы встречались, вот, Порошенко, Стэть... Хотели автором привлечь. Да, не, ну, о сотрудничестве Пятого канала просто. И тогда вот они, ну, как бы, сказали свою стратегию, они не скрывали. Планировалось Кличко-президент в парламентской республике, с урезанными от этих полномочиями, а Порошенко, премьер-министром. Обнадежили Виталий. То, что я слышал. Ну, потом, понятно, завертелись события уже буквально начиная со 16 января на той же вот Крушевского, Институтской и так далее. Но это все поменялось. Но вот к тому, что говорил Гарик, если спуститься в низовой уровень, совершенно вот показательная, глумливая, скальпельная история в Одессе. Произошла очень показательно. Пранк с Филатовым. Но не с нашим, с Филатом, а вообще с несуществующим Филатовым, которого нет. То есть в Одессе в разных группах на Вайбере, на Вайбере, что характерно, вообще отсталые, в основном студенческих, студенты на Вайбере сидят. Ну, хоть не на одноклассниках. Да, и на сайтах объявление, появилось объявление, людям предлагали поработать, значит, на митинги, постоять, покричать в поддержку за некого кандидата в президенты Сергея Николаевича Филатова. Козлы, такую фамилию. Я думаю, они не случайно. Филатов в Одессе же известный человек. Да, клиника Филатова. Не только в Одессе. Офтальмология. Значит, куча желающих. Никого не смутило, но никто и не парился, что такого кандидата вообще нету в списке кандидатов в президенты. Людям обещали по тысяче гривен постоять, покричать. Причем тогда тут фамилия, конечно. И 70 гривен за бонус, за каждого приведенного. Были сообщения, вот, короче, что вот подали документы, нам мэр Труханов разрешил. И, короче, в назначенный час собрались возле памятника Дюка, Дюку, причем собралось человек 400-500, не меньше. Значит, они готовили уже, прочищали глотки, кричать за Филатов, готовили карманы для бабла. А органов организаторов нет. Потом потоптались, потоптались, нашли тот телефон, который начали писать в Вайбере. Короче, организаторы начали глумиться. Сначала они посоветовали собравшимся покататься на фуникулёре, а потом через некоторое время сообщили в Вайбере, что кандидат в президенты Филатов Сергей Николаевич провалился в канализационный люк и помер. И завтра в 9 утра поменки такие. Но приходите на сечу гривен. Да, особенно был расстроен некий такой вот чувачок, который привел, как пишут, 270 человек. Я подсчитал, это он уже раскатал губу на 19 900 гривен. Тысяча за себя и 18 900 за приведенных. То есть с чаевыми это 20 000. Ты так тщательно все посчитал сам, наверное. В Днепре, конечно, такие номера не пришли, потому что у нас ответственные люди, ответственные избиратели с гражданской позицией. Поэтому такие вещи, как в Одессе, в Днепре, в форпосте Украины, конечно... Чем более у нас нет фуникулера. А все канализационные люки у нас заварены. А Филатов настоящий. Они вымышленные президенты не идут. Вообще, как доверчив наш человек, наш избиратель. Ну, ничего, посмотрим. А я хочу напомнить, мы тут говорим о том, что кандидаты разные, Литвиненко, Филатовы, Сергея... Не существующие. Не существующие, да. А забыли совсем сказать, что 9-го числа в субботу, я сейчас эту брешь заполню, кандидатом выдвинулся, объявил о своей программе, намерених, действующий президент Петр Алексеевич... Брешь. Брешь. Да. Заполнил. Во втором сроке. Порошенко. Кто-то сейчас услышал, Петр Алексеевич Брешь. Так он так и... Это они сказали. Некоторые свои тезисы выдвинул, что у нас будет, товарищи, господа, на втором его сроке. Это высокие стандарты жизни людей, верховенство, право и равные правила для всех. Это новое все. Помощь в развитии экономики всего государства и региона будет оказана. Доступ к наибольшему мировому рынку, это видно для инвесторов. Еще большему? Да, еще большему. Безопасность и защита государства. Потому что основной принцип НАТО, когда мы в НАТО вступим, это один за всех и все за одного. А ЕС нам тоже даст. Мы будем лидером аграрного сектора в Европе. Потом мы будем очень большими, будем входить в пятерку лидеров IT-сектора. Ты не веришь во все это? Я верю. Я просто как-то новое слово все. Я рад за это. А почему не верить? Как ты можешь не верить президенту? Мне показалось, что тебя в углу левого глаза лукавенка близко. Это там что-то пылинка, пылинка. Ну и будем там дальше на одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы. Транспортным хабом, конечно. А мы хабом в хабе, наверное, Днепр будет. Ну, по поводу хабанья. Лишь бы хабалок не было. В общем, все будет хорошо. Видите? Ну, счастье фактически. Ну, по поводу хабанья и в какой-то степени халявы, да. Я хотел сказать, что, ну, сейчас на самом деле, вот мы обо всем говорим, а город потрясает, вот история, связанная с выдачей материальной помощи. Я просто немножко... Мы даже что-то иронизируем. Не, мы не то, чтобы иронизируем. На самом деле это недопустимо. Расскажите, товарищ депутат Городского. Ну, я в общих чертах. Значит, ну, было принято решение, что порядка 140 миллионов гривен, значит, можно будет, ну, поскольку Киев помогает, значит, нам там в решении каких-то, так сказать, инфраструктурных вопросов, освобождаются 140 миллионов, и решили эти деньги потратить на, ну, материальную помощь, значит, и нуждающуюся. Монетизировать. Да, ну, дело, в общем-то, хорошее, ну, как оно так просто по срокам совпало, ну, бывает это. Я считаю, что это не подкуп, а это просто вот завоевание лояльности. Вот, ну, в принципе, как бы... Как вывернул, по-депутатски. Тут, значит, ну, и приняли решение на сессии... Это законно или не законно? Это законно, абсолютно нет. Это законно. Можно за право бюджета расслабиться, законно, все остальное молочки. Это абсолютно законно, и, мало того, я считаю, что, ну, по большому счету, если есть возможность людям дать деньги, надо это использовать. От них же не требует голосовать так или сяк, или вообще нет. Хотя, хотя, некоторые блогеры, там, они пишут, что это чистейший подкуп. Я не верю в эффективность вот того, что люди могут взять деньги. Нет, ну, люди могут взять деньги, там, и... Хотя, Женя, потому что ты говорил, что 400 пришло на фейк, что... Нет, я просто хочу сказать, что, ну, вот, когда этот месседж был послан, так сказать, в нашу громаде, выстроились огромные очереди. В общем, оказалось, что, ну, наш народ тоже не кристально чистен, потому что люди приходили по три раза, по четыре раза. То есть, там, ну, был, как бы, упрощенный некий такой формат, принес там заявление, копию паспорта и получили. Может, это прокол организации? Ну, в какой-то степени недоработка. Просто никогда такие большие деньги на такое большое количество людей не распределяли. Ну, и подогрели же еще. Да, и подогрели, да, давай иди там, раздави. Да, я видел очень, да, да. Причем, причем некорректные были вещи порой. Я считаю, да. То есть, ну, с обеих сторон были, так, в общем-то, как бы, косяки. Но люди по большому... Кто-то использовал эту недоработку своих целей. Ну, люди, по большому счету, они не виноваты. Ну, многие, большинство не виноваты, хотя были, конечно, интересны. Ну, как может быть, человек виноват в желании получить деньги? Нет, я последний. Ну, как бы, если он нуждается, это там нормально. Если он там халявщик... Ну, это уже вопрос совести, морали. Это, да, это морали. А есть нуждающиеся халявщики? Есть нуждающиеся халявщики, есть. Ну, те, кто стоял и те, кто приходят за материальную подвищу, подавляющее большинство... Ну, и чем закончилось или не закончилось? Ну, закончилось тем... Ну, не закончилось, но, по крайней мере, вот сегодня было принято решение, чтобы вот эту упрощенную процедуру, ее, как бы, прекратить. Ну, то есть, вот кто успел подать документы по упрощенной процедуре, значит... Ну, так теперь другие недовольны будут, которые не успели. Ну, это, да, к сожалению, денег всегда меньше, чем желающие получили. А я еще слышал такую и читал. И поэтому сейчас надо будет подавать действительно и справку о составе семьи, и там медицинские, не дай бог, там, ну, какие-то справки. Тут тогда, как бы, ну... А что ты слышал? А я слышал и читал, что вот, особенно касательно коммунальных предприятий, что они там все пачками, допустим, расцентрализованы, по команде написали заявки или заявления эти? Да. А что, не люди, что ли? Люди? Нет. Я еще раз говорю, что... Это... Да, это... Это кто как успел. Хорошо, да. Это кто как слышал. Я хочу... Я вот еще раз. В последнее время я стараюсь и всем задаю вот такой вопрос в таких ситуациях. Законно? Нарушение закона есть или нет? Да. Потому что взгляд этический и прочим вкусовый всегда будет. Два их или три будет. Мы захлебнемся. Не, ну, в этой истории хороши все. Мы же законное государство. Ну, хороши. Но вопрос, законный или незаконный, для меня он, как бы, эмоции уже... Это пусть юристы делают выводы. Сразу никто не скажет, может, и незаконно что-то, может, законно. Ну, давай положим руку на сердце, возьми перечень всех этих депутатов, то есть этих кандидатов, там, от Порошенко и до Филатова, этого Сергея. Причем тут многие же работают на тех, на этих. И все из них, в общем-то, как бы, я уверен, действуют в очень разных форматах и не всегда законно. Вот смотрите, законно не законно. Вот сейчас я о другом. Про Днепр, про наш пишут, там, я прочитал в Центральной, правда, газете, что некоторые агитаторы, видимо, некоторые штабы, ну, занимаются, по мнению газеты, откровенным подкупом в кафе, пришли, понимаете ли, сели, приглашили туда людей. То есть не завоеванием лояльности по формулировке гейтера, а по подкупу. Нет, нет, нет. И они, значит, что там, видно, дают под роспись, какие-то данные собирают у этих людей. Вот видите, паспорт. Это же люди с мозаиками вместо лиц. А вот там еще стоят, видите, сколько людей. Может, это выездной прием депутатов? Вот этот вот такой, с сумочкой через плечо, видно в сумочке налик, потому что сейчас чердачок, чувачок будет там пролистывать, отлистывать. Налик, в смысле, наличное, да? Да, вот видите, он считает. А они не в покер играют, нет? Нет, я думаю, что нет, потому что там люди тоже со списками, с какими-то. Кафешечка такая скромная. Вот. И этот человек сейчас, женщина где-то там распишется, паспорт она отдала. А потом позвонит в полицию, да? Может позвонить. Нет, голосовать-то она может за кого угодно, все равно в итоге. А может, это съемки трейлер кино такого? Нет, наши люди честные. Если они уже взяли деньги, они как правильно будут голосовать. Отработают, отработают, да. Ну, может быть. Вот вторая подошла такая женщина, говорит, давай быстрее, получай, эволюционный. Ага-ля! Ага-ля! Я вам все-таки о хорошем хочу сказать, что наши политики значительно меньше врут. И лжи от политиков. Да, а лжи от политиков все меньше и меньше. Как, рекламы больше, а лжи меньше? А зачем, когда есть манипуляция? Зачем, когда есть манипуляция? Можно тоньше, да? Значит, ВОКС-ЧЕК, организация фактчекинговая, проект фактчекинговый, который, ну, то есть, высказывание политика и его анализ, правда или неправда, с фактическими данными работы. Я уже пару раз за месяц приводил итоги их работы. То есть, там же по трем категориям. Ложь, манипуляция и преувеличение. И вот они за год, ВОКС-ЧЕК. Ну, это серьезная организация. Составили, потому что берутся фактические высказывания, публичные высказывания и личные высказывания. Не пресс-секретарей, это эфир, прежде всего, и так далее, интервью. Значит, и вот рейтинг среди политиков, прежде всего, кандидатов в депутаты, в президенты, вот, ложь, манипуляция и преувеличение. Есть лидеры по отдельным видам спорта и в общем зачете. Два общих лидера, я сразу ломаю интригу, времени немного. Это, значит, Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович. Юлия Тимошенко стала, безусловно, лидером по виду спорта, такому как манипуляции, а Рабинович, безусловно, лидер по неправде. То есть, прямую. По преувеличениям три лидера. Это Петр Порошенко, президент, Юрий Бойко, Андрей Садовой. Садовой, а рядом Олег Ляшенко. Значит, что, и так, Юлия Тимошенко в последний момент на ноздрю чуть-чуть опередила в общем зачете Вадима Рабиновича. 33% высказывания, я напомню, это огромный массив высказываний берется. 33% неправды, 28% манипуляции, 8% преувеличения. И лишь 31% правда. И на том спасибо. Второе место Рабинович в этом рейтинге. 40% неправды, 24% манипуляции, 4% преувеличения. Правда, 32%. На третьем месте Ляшко, там не буду. Все проценты, 41% правды. И четвертая Бойко, 44% правды. Это четверка, дальше идет некий отрыв уже. На пятом месте Порошенко в рейтинге, вот этим у него 56% правды. То есть там чем ниже, тем лучше. Да, Гриценко 66% правды. Садовой, есть Гройсман, но он не баллотируется. Зеленского почему еще взяли, не брали у него, взяли только 5 высказываний за 2018. Хотя надо было и 2019, потому что жара пошла самая. У Зеленского взяли только из интервью Гордона, из 5 высказываний, из которых 4 было неправды. Коротко примеры, потому что там тьма примеров. Я читал это исследование. Например, Тимошенко, там заявление, что 82% на данный момент госдолг от ВВП Украины. Это цифры трехлетней давности, сейчас он 60%. Газ, тарифы. Рабинович заявил о том, что пенсионеры России и Белоруссии за коммуналку не платят. Что оказалось ложью и фейком. Ляшко, например, что Украина зарабатывает на лесе украинском в 10 раз меньше, чем Польша. Что тоже там в разы меньше и так далее, и так далее. В заключение вопрос, который какой-то американский комикс, стендапер, я уже как-то его приводил. Вот когда вы смотрите на политика и слушаете, подумайте, купили бы вы у него подержанную машину. Ну вот такой вот рейтинг. Не только же об этих президентских рейтингах. Я хотел сказать о человеке, который, и вообще о той новости, которая на самом деле была в интернете, может быть больше даже, чем все, о чем мы говорим. Это уходы из жизни Сергея Юрского. То есть это великий человек, человек честный, человек, который имел свою позицию по отношению к Украине однозначную и говорил, что мы туда лезем. Это все равно, что Франция будет рассказывать Бельгии, как ей жить, потому что бельгийский язык почти похож на французский. Я просто хотел прочесть, кроме того, что он прекрасно читал стихи, он еще сам писал очень хорошие стихи, я просто хотел прочесть несколько строчек, которые, может быть, немножко нас поместят в другую систему координат на фоне всей вот этой суеты, о которой мы говорили. Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том, чтобы скорее пришло то, что будет потом. Настоящее будет потом. Вот пройдет этот суетный, мелочный, маятный год, и мы выйдем на волю измучившей клетий. Вот окончатся только тысячелетия, но потерпим, потрудимся. Близко уже в нашей несуществующей сонной душе все застывшее всхлипнет и с криком проснется. Вот окончится жизнь, и тогда уж начнется. У меня здесь времени у нас немного. Две есть информации. Одна о рейтинге наибольших угроз в мире. Но есть еще другая. Я другой закончу на сегодня. Амазон Прайм представил документальный фильм под названием «Библейские заговоры». В нем утверждается, что Иисус Христос был не евреем, а греком. Что? Да. Но его, правда, звали по-другому. Не Иисус Христос, а его звали Аполлоний Тианский. Но просто был еще такой человек. Да, был такой человек, он примерно в то же время, якобы его убрали из истории, замолчали. Его армия последователей звала его сыном Бога. Он родился там в то же время на территории нынешней Турции. Так же ходил босиком, проповедовал. Только по-гречески, да? Да. Церковь, как утверждается в Ленте, впоследствии вычеркнула Аполлоний из истории. Однако его имя встречается в других текстах. Он реально существующая личность, философ. Ранее его даже сопоставляли с Иисусом, который из Назарета. Ну, так это ж кино. Это ж кино. Да. Ну, а есть... В Греции все есть. Есть и другое. Есть и другое кино, жизнь, то продолжается. Вот я, вроде у нас же независимость, да, в стране. Но в нашей независимой стране есть люди с зависимостью. К нам не относятся. Мы-то продвинутые. Не все сознательные граждане избавились от этой зависимости. И мы здесь продвинулись. Парадокс, а нет. Я курить бросил давно. Это рейтинг порнозависимости. Значит, мировой сервис Порнхаб также подвел итоги. Все подводят итоги года. И, значит, впервые, друзья, не знаю, с нашей помощью, с вашей ли телезрителей, уважаемые, Украина вошла в 20-ку, в топ-20 стран с наибольшим трафиком. Вот Порнхаб. Это крупнейший мировой сервис. Там же было пятерку IT. Да. Поздравляю. Вы просто через другой проход ходите. 16-е место. В прошлом году 27-е место. Это первое место. Хорошая компания. Первое место. Штаты. Второе. Великобритания. На третье Индия обошла Японию. Там Япония. Европейский выбор. Самое главное, мы Рашу обошли. Раша 19-е по трафику в Порнхабе. А мы 16-е. Вместе с цивилизованными, продвинутыми европейскими странами. Но, кстати, самый большой рынок не мы, но не мы, в смысле, Васильев Гентин, Гитлер, а страна. А Казахстан. Они на 33 позиции рванули. Нам еще работать и работать. И последнее вы спросите. Вас же, конечно, интересует по запросам, что в Порнхабе. БДСМ, домашняя порно, скрытая камера. А видео никакого не покажут? Просто на пальцах? Лидером по рывку оказался аниме. Запрос аниме. На 367% вырос. И запрос хентай. Вы знаете, что такое хентай? Следующая передача, расскажу. Не путать с хентая. Это японская. Следующая передача, мы начнем с хентая. Об этом, кстати, говорить лучше, чем о политике. Но там жесткая и безнадежная порно. А здесь все-таки есть какая-то... Это вот как 31 марта, только по-японски. Какая-то надежда и просвет есть. Ну, хорошо. Будем прощаться. Просветом. Будем прощаться, да. У меня все. Я вот закончил. В следующий раз выйдем один. Можно четыре строчки? Да, конечно. Это, значит, есть такой жанр порошки. И это пирожки, такие нерифмованные строчки. Вот сейчас 11 февраля. Следующая программа 18 февраля. А дальше уже до весны рукой подать. Дорогие друзья, послушайте и запишите. Всего главнее продержаться до середины февраля. А там практически бессмертны все, кто до этого не сдох. Доживем до понедельника. Это ты, напишите. Это ты, напишите. Еще у нас впереди день всех влюбленных. Так что это же тоже много. Случайно, что ли, про статистику подвозь. Доживем. Доживем. И до всех середин. И до дня влюбленных. И до понедельника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин